здравствуйте дорогие друзья на фотографии курск я хочу поговорить о том какие острые напряженные периоды в ближайшем будущем связаны с этой территории и конечно то что я сейчас буду говорить может быть дополнено потому что данный анализ не опирается на астрокартографию это циклы и как я уже говорила ранее ретроградный меркурий очень часто включается в те периоды когда начинается мировая война война мирового уровня казалось бы ретроградный меркурий период короткий он подходит для недоделанных прежде дел новое данный период не совершается но может быть военные конфликты эта попытка разрешить что-то что не было разрешено прежде и тогда ретроградность меркурия вполне становится обоснованной а меркурий отвечает за речь за контакты за информацию и конечно не один а вместе с венерой он отвечает за какие-либо переговоры и меркурий движущийся задом наперед идущий в обратную сторону затрудняет возможность договориться очень сложно найти правильное решение в период ретроградные планеты тем более планеты которые отвечают за сознание и речь и позже все может оказаться не таким как казалось на период ретроградности меркурия и только февраль 22 года с началом обострения военного не не наступил на ретроградном меркурии меркурий шел в обычном ключе но и великотечественная война так скажем и первая мировая это вторая мировая начинались на фазах ретроградности меркурия и мы по-разному можем оценивать то что происходит кто-то считает что это уже третья мировая кто-то предполагает что в октябре месяце 23 мы перешли к третьей мировой все есть совокупности и не одним событием вышит вышито полотно истории реальности и судя по тому что происходит настоящий момент я делаю следующие выводы конфликт к сожалению будет развиваться боевые действия будут продолжаться делаю я конфликт на основе в смысле свое заключение на основе астрологии и это мое частное мнение ни в коем случае не утверждаю что все будет именно так как я говорю но так математика демонстрирует развитие ситуации в будущем риски для захвата курска больше чем для захвата аэс хотя ближе к 15 августа возможно бои и с целью захвата аэс также вообще в результате достижения поставленной цели по захвату аэс может быть даже не 15 августа позже я позже сообщу какие периоды есть опасность повреждений четвертого энергоблока может пострадать и второй энергоблок который в принципе уже остановлен он не работает но также возможно что в силу каких-то обстоятельствах этот второй энергоблок будет продолжать свою работу позже или придет в какую-то активную фазу не исключено что его могли бы захотеть реанимировать я правда не знаю насколько возможно подобное в атомной энергетике это может случиться кстати ближе к ретроградности марсу первой декаде декабря но бои за курск непосредственно за курск более чем возможны и я думаю что как раз в декабре месяцу будет вот такая мощная новая волна активности в данном регионе но это нельзя назвать даже регионом в данной области к сожалению эта область может даже оказаться израженной вследствие применения тактического атомного оружия или подрыва атомной электростанции и майкл был прав когда говорил о 26 августе анализируя некие циклы и даты связанные с историей курска с истории также и а с можно сказать что да эта дата отражается в прогностике и все к сожалению да напряжено и будет иметь развитие ближе к началу сентября даже не ближе прям самом начале сентября может произойти совершенно неожиданное событие переворачивающее все с ног на голову то есть планируется одно но обстоятельства неожиданно нас столкнут но совершенно вернут в новое положение и это произойдет такое разовое событие которому потом где-то через полгода мир снова вернется может быть в конце февраля но это будет мощным ударом непредсказуемым для развития этой военной операции и будет сопровождаться с большими рисками то есть например вот из того что я говорила 15 и 26 августа возможно большие потери тут достаточно острая фаза этой небольшой операции которая у нас должна по идее закончится к первому сентября где-то приблизительно этим неожиданным событием которые нарушат ход естественных событий и после этого удара таких глобальности некоторое время не будет хотя уже 7 октября возможно изменение статус в области возможно изменение ее границ ну вот если говорить о статусе область области то юридический статус области может быть каким-то образом даже изменен и октябрь месяц где-то вот седьмого по 14 будет достаточно событийным с девятого по 14 октября можно ожидать также события особой значимости которые будут затрагивать и объект энергетики возможно массированная атака по объектам она будет более успешная чем майская чем майские атаки 2024 года и все это происходит в области энергетики на фоне принятия важных финансовых решений международном сообществе и они затронут конечно и финансы то есть каким-то образом состояние финансовой структуры системой россии и украины 18 ноября еще одно событие которое может показать что ожидание успеха в свое не оправдывается то есть вот планировалось что это будет так так и так мы начинаем как бы переживать а будет ли так или не будет но вот события 18 ноября но там конечно плюс минус день 2 конечно все это возможно то есть мы поблизости да происходит что-то что демонстрирует нам ожидания успеха не оправдывается 6 декабря 2024 года новая фаза марс вступает петлю ретроградности это обострение боев новое наступление вот здесь снова может быть опасность для направления курс курска и мы еще проживем ряд также важных моментов данной области которые могут затрагивать непосредственно курска эту историю 25 апреля 2025 года приблизительно там посередину мая 2025 года и спустя год май и сентябрь 2026 год то есть вот по этим ритмам создается впечатление что очень возможно и даже и риск есть сдача курска будем надеяться что это не так но ситуация будет развиваться раз она будет развиваться то новые территории будут уходить я не смотрела воронеж остальные моменты я сейчас говорю только по курске но все близко поэтому думаю что будут конечно затронуты очень интересная прогностика дело в том что от даты основания города так я сейчас забыла когда же написано дата основания но тут нужно понимать что все это может быть условным это может не быть подлинной даты основания города 25 сентября тысяча тридцать второго года вот а дата основания города сейчас прогностики проживается дирекционная квадратура что это значит дирекционная квадратура когда все планеты на небе в медленных разворотах смещаются со скоростью один градус один год и спустя 90 лет каждые 90 лет создаются обстоятельства важные значимые для основного то есть каждые 90 лет плюс минус приблизительно какой-то период обстоятельства напряженного характера заставляют как-то снова проявлять активность в отношении этого места и людям которые проживают и властям то есть что-то происходит в этой области и вот если представить ближайшую квадратуру это конечно удивительно точно все работает относительно настоящего момента когда была предшествующая квадратура она была у нас в 1934 году и 13 июня 1934 года была образована курская область она так и носила название курская область то есть курск стал в центре этого этой области так скажем столицей ее и каждый раз когда происходят такие важные обстоятельства то есть когда происходят дирекционные квадратуры проживаем достаточно яркие обстоятельства и настоящий момент не является исключением дорогие друзья сейчас я вам показала несколько фотографий курска и и есть резонансы с великой отечественной войной датах близлежащих которые я перечислила и с датами в которые к россии в советском союзе скажем по следующему курская область присоединилась 1917 году декабре месяце в общем к сожалению покой нам пока на покой нам пока не стоит рассчитывать вот очень надеюсь что все будет не так как говорят циклы мне по крайней мере что все обойдется и будем жить мирно и счастливо а вас благодарю за внимание дорогие друзья и и Продолжение следует...